Планшеты на Windows 8 продолжают сыпаться как из рога изобилия. Вслед за первым поколением устройств на базе архитектуры ARM, работавших под управлением специальной версии Windows 8 RT, вышли и планшеты на платформе X86 с полноценной Windows 8. Число последних принадлежит и новая модель от компании Asus под названием VivoTab Smart. С лицевой стороны VivoTab Smart неотличим от своего ARM-собрата VivoTab RT. Вся фронтальная поверхность покрыта стеклом, а на черной каемке вокруг 10-дюймового экрана расположились глазок HD-камеры и сенсорная кнопка, вызывающая экран пуск Windows 8. Задняя же крышка выполнена из немаркового матового пластика. Зрачок основной видеокамеры и светодиодная вспышка размещены в верхней части задней панели, а справа можно заметить перфорацию динамика планшета. На верхней грани находится кнопка включения и блокировки, справа комбинированный миниджек для подключения наушников, отверстие микрофона и качелька регулировки громкости. Нижняя часть пустует, а левую грань украшает порт micro HDMI с заглушкой, слот для карт microSD и разъем microUSB. Он предназначен для зарядки батареи, но через него можно подключить и любую периферию. Правда, для этого придется докупить достаточно экзотический переходник microUSB-USB on the go. Коммуникации VivoTab Smart представлены модулями Wi-Fi и Bluetooth. Существует также версия со встроенным 3G модемом. Присутствует и гироскоп, акселерометр, электронный компас, а также поддержка технологий NFC. В отличие от предыдущих планшетов фирмы, для VivoTab Smart не предусмотрена док-станция с клавиатурой и дополнительной батареей. Вместо нее ASUS опционально предлагает два новых фирменных аксессуара. Первый из них – Transleaf. Чехол на магнитах, очень напоминающий знаменитый смарт-кавер для планшетов iPad. Полиуретановая обложка с магнитными петлями прикрепляется к VivoTab Smart за доли секунды и защищает экран от повреждений. В открытом положении обложка складывается и превращается в настольную подставку. К обложке прилагается беспроводная клавиатура Transboard в ультратонком корпусе. Благодаря металлической задней панели ее удобно прикреплять прямо на магнитную обложку при транспортировке устройства. Клавиша основного типа имеет приятный ход и достаточные размеры. Набор текста не вызывает проблем, несмотря на общую миниатюрность устройства. Тачпад большой, но кнопки у него чересчур тугие. При нажатии на них легкая клавиатура может скользить по поверхности. Дисплей у Asus VivoTab Smart изготовлен на базе технологии IPS. Имеет диагональ 10,1 дюйма и разрешающую способность в 1366 на 768 точек. Плотность изображения в этом случае составляет 155 точек на дюйме. Показатель далеко не рекордный, но вполне достаточный. Углы обзора традиционно для IPS-матриц очень неплохие. Заметно лишь легкое падение яркости на экстремальных значениях. Сенсор дисплея способен распознавать до 5 нажатий одновременно и в целом работает адекватно. Хотя в режиме рабочего стола и приходится прицеливаться особенно тщательно, из-за мелких элементов интерфейса Windows 8. Планшет оснащен сразу двумя HD-камерами. Фронтальная 2-мегапиксельная прекрасно подходит для Skype-звонков. А тыльная на 8-мегапикселей имеет в арсенале LED-вспышку и автофокус. Обе умеют записывать видео в формате 1080p. В VivoTap Smart установлен новый энергоэффективный процессор Intel Atom Z2760 частотой 1,8 ГГц. Поддержку ему обеспечивает встроенное графическое ядро PowerWare SGX545 частотой 533 МГц и 2 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителя планшета используют флеш-модуль EMMC объемом 64 ГБ. Упоминание процессора Atom сразу наводит на мысль о не самой высокой производительности планшета. Тем не менее, приложение плиточного интерфейса на планшете работает с приличной скоростью. Да и несложные операции в режиме рабочего стола также выполняются достаточно быстро. Офисные программы, веб-браузинг, прослушивание музыки и просмотр видео для этих задач мощности планшета хватает с головой, а для других он и не предназначен. Литиево-полимерная батарея на 25 Ватт-часов и чрезвычайно скромные аппетиты нового чипсета позволили добиться внушительных результатов автономности. От одного заряда планшет работает до 9 часов. Главное же преимущество в EO TabSmart по сравнению с планшетами-родственниками на ARM-процессорах – полноценная поддержка любых доступных приложений для платформы Windows, а не только специально адаптированных. В системе предустановлена пробная версия Microsoft Office 2013, а также набор фирменных программ от Asus, Hypernova для быстрых заметок, клиент развлекательного портала VibeLight, программа для чтения электронных книг MyLibrary, словарь MyDictionary и Asus Camera с забавными визуальными эффектами. Все из предустановленных программ адаптированы под использование сенсорного интерфейса Windows 8. В какой-то мере, планшет Asus Vio TabSmart является современной версией нетбука – недорогого портативного компьютера, мощности которого хватает для большинства повседневных задач. Только теперь этот компьютер стал стильным, ультратонким и легким, а на смену корпусной клавиатуре пришел сенсорный экран. К тому же, в отличие от ARM-устройств на Windows 8 RT, а также планшетов на iOS и Android, перед нами полноценный компьютер, способный запустить любую из программ, доступных для платформы Windows. Продолжение следует...